В Дублине проходит съезд Альянса либералов и демократов за Европу. На него приехало свыше тысяч делегатов со всего континента. Либералы выступают с умеренных, центристских позиций, ставят выше всего права и свободы человека, а сейчас особенно мир на земле. Как и другим основным партиям Евросоюза, Альянсу приходится отвечать на трудные вопросы избирателей о проблемах жилья, безработицы, дороговизны, а теперь и войны в Украине. На это указал ирландский евродепутат. «Она оказывает огромное влияние на инфляцию, стоимость жизни, создаёт угрозы экономическим перспективам», — сказал Билли Келлихер. «Пагубные последствия войны добавляются к другим важным проблемам, которые могут привести к недовольству широкого электората. Либеральные политики должны снова подключиться к обществу». Сегодня у европейских либералов 70 партий, 6 еврокомиссаров и 5 премьер-министров. Среди последних глава правительства Люксембурга. Он обвинил своего венгерского коллегу Виктора Орбана в применении шантажа на переговорах при утверждении санкций против России с целью добиться исключения из них патриарха Московского и всея Руси. «Мы заключили сделку, а сделку надо соблюдать», — сказал Ксавия Бетель. «Нельзя угрожать срывом сделки, потому что кто-то находится в санкционном списке. Все знали, что Кирилл внесен в этот черный список. Я отправил Виктору СМС, написав, что его поведение неприемлемо и что я этим недоволен, что это недопустимо. Я до сих пор жду ответа». К либеральному альянсу за Европу присоединилась украинская партия «Слуга народа», надеясь и на присоединение своей страны к ЕС. Ее основал ставший потом президентом Владимир Зеленский. Его представляет в Дублине депутат Верховной Рады, глава партии «Голос». «Украина должна получить четкие заверения в том, что наша кандидатура на вступление в ЕС будет поддержана, а также конкретный план того, что нам нужно делать», сказала Кира Рудик. «А затем просто оставьте это нам. Мы поставим галочку в каждом квадрате в списке». В оставшееся до конца съезда время будут обсуждаться в основном внутрополитические проблемы стран-членов ЕС. В условиях растущего неравенства либеральным политикам предстоит трудная задача привлечь на свою сторону тех, кто чувствует себя обделенными.